Кем на самом деле были гунны и гуннские цари? Ну, мы живем в 21 веке, это событие первых веков нынешней эры. Гунны известны приблизительно с 2-3 до 5 века нынешней эры. И уже где-нибудь в 6 веке о гуннах вообще ни слухом, ни духом. Что это нам дает? А дает это то, что сейчас время популярности технологий искусственного интеллекта. Относительно того, что я думаю касательно самого искусственного интеллекта и потенциальной опасности от искусственного интеллекта человечеству, вы можете найти в соответствующих моих размышлениях на канале. Но, так или иначе, искусственный интеллект на данный момент – это мощная такая субстанция, которая может анализировать информацию, которая способна очень быстро анализировать огромные объемы информации. то, что, например, я мог бы взять художника. Для этого мне нужно было бы полностью купить этого человека. И буквально, чтобы он только лишь читал, читал и еще раз читал. Потом еще раз читал, читал и еще раз читал. И не ел желательно, и не спал. И лет, ну, хотя бы 150, чтобы он так прожил, читая, 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 читая. И еще раз читая все, что касается гуннов, готов, скифов, славян, скифской войны, гуннов, готов, германариха, буса и всех вот этих. В такого человека пришлось бы загрузить и труды Иордана, и труды Амиана Марцелина, Прископанийского, Геродота, Плиния, Страбона и многих других авторов. Несмотря на то, что те авторы, которых я перечислил, это достаточно немного, но нужно учитывать, что и Ксенофонт, конечно же, тут важен, потому что он хоть и не описывает непосредственно Русь, но некоторые сопутствующие нюансы. Также важны труды современных археологов, в общем-то, разные средневековые летописи, сказания, манускрипты. Вот это все человек должен читать. Кроме чтения, возможно, стоило бы отдельного человека посадить, чтобы он осматривал старинные рисунки. Понятно, что для человеков это нереально. Реально. Даже для меня. Но искусственного интеллекта можно заставить это сделать. И искусственный интеллект, проанализировав то, что известно о гуннах, то, что известно о Аттиле, дал свой вердикт, каким был Аттила, какими были гунны, как происходили битвы гуннов и римлян. Конечно же, есть изображение, где попросту все в смятку, кони, люди, и непонятно, где головы, где задницы, и это конские или головы, или человечие, соответственно, головы или задницы. Есть и такие картинки, и по поводу таких картинок вообще сказать нечего. Понятно, что у искусственного интеллекта случились сбои, или же искусственный интеллект хотел совместить какие-то картинки, которые как бы у него сошлись крайне плохо. Может быть, искусственный интеллект хотел показать какое-то событие в динамике, и может быть, с его искусственно-интеллектской точки зрения это более-менее все нормально, но с человеческой точки зрения это выглядит крайне неестественно и крайне уродливо. Но приблизительно процентов 60 из того, что искусственный интеллект наделал, выглядит как осмысленный контент. То, что, соответственно, процентов 40, вот то, что, соответственно, было ущербно, мною было сразу же удалено, а процентов 60 оставлено и, в общем-то, предоставлено зрителям моего канала в качестве иллюстраций к видео о Гуннах и Аттиле. В качестве анонсирующих материалов я выложил также короткие сторис, где представлены некоторые соответствующие изображения. Ну и, в общем-то, так. Я перед этим, независимо от этих материалов, записал уже свои осмысления. Поймите, как это происходит. Я сначала изучаю, изучаю какие-то материалы, читаю, что-то записываю для себя, какие-то там нюансы для того, чтобы дальше их изучать, дальше что-то еще читаю, думаю. И когда у меня есть возможность и никого лишнего нету и ничего нет, я могу спокойно записать себе аудио, изложить свои мысли. что я и делаю. Потом, если у меня есть время, я какое-то тематическое видео постараюсь, туда какие-то картинки поставить. Если нет, стандартную анимацию из священных знаков, что, в общем-то, как бы я часто и делаю. И вот, некоторое время назад я решил, сначала я записал свои осмысления, где я уже изложил точку зрения относительно того, что можно сказать, что гунов, как азиатов, не было. Или же гуны, как азиаты, были очень побочными персонажами всех этих историй, а война происходила между славянами и Римской империей. Также союзными славянам были поначалу готы и германцы. Германцы, потому что они страдали от Римской империи, готы, потому что они уже пострадали от Римской империи, еще когда они проживали в Дакии, и еще когда назывались геттами. Именно из-за вторжения Римской империи в Дакию геттская, готская знать ушла в эмиграцию к своим сородичам на территорию расселения скандинавов, германцев и славян, где они пособирали себе союзников и потом пошли воевать против римлян. Детально я аргументировал, объяснил, почему именно так реконструируют те события и, собственно, записал аудиодорожки вот этих своих осмыслений. Потом уже, спустя дни после этого, я решил, а что ж, собственно, искусственный интеллект, такой хваленый, такой многими вожделенный, что же он скажет по поводу того, какими были гунны, готы и гуннско-римские войны. Вообще я на то, что получилось, не надеялся. Я думал, что, скорее всего, он изобразит у меня каких-нибудь китайцев, монголовичей. Ну и я скажу, вот видите, как бы искусственный интеллект выдает только то, что в него загрузили. И, в общем-то, еще один нюанс, как бы почему искусственный интеллект, соответственно, это не совсем то, что нужно. С другой стороны, я думал, если что-то получится более-менее то, что нужно, ну исследовать это то, что получится. Если бы совсем ничего интересного не получилось, я бы вообще попросту об этом не упоминал бы и все, как о тупиковой ветве размышлений. Но, соответственно, после того, как искусственный интеллект ознакомился с вопросом о гунах, о Аттиле, о его братье Владе, о его дяде Ругили, о его отце Маждаке, о его предках, таких как Узин, таких как Харитон, таких как Балтазар и другие. Вот когда все это искусственный интеллект осмыслил, искусственный интеллект, начал рисовать картинки, которые достаточно интересные. Там можно видеть изображение царей. Цари изображены в таком своеобразном иконографическом стиле, в котором кажется, что есть что-то и от византийского, что-то и от болгарского, что-то и от армянского, и как бы и от российского, а может быть и от арабского. Странный иконографический стиль. И вот такое впечатление, что искусственный интеллект прямо иконы какие-то старинные нашел, и вот он эти иконы пытается воспроизвести на иконах в каких-то случаях. Там персонажи прямо книжку или какую-то грамоту держат, и там буквально что-то написано. Но искусственный интеллект тот текст не воспроизводит, а воспроизводит только, так сказать, саму фигуру. И можно было бы это отнести насчет причуд, насчет каких-то сбоев, но нет. Там на самом деле, если все получившиеся иконы, так называемые, ну или картинки, похожие на иконы, сопоставить, то между ними найдется, в принципе, ряд закономерностей. Там есть какой-то персонаж, который постоянно с книжкой или с каким-то свитком. Там есть какие-то события, какой-то князь встречает или какое-то посольство, или кого-то, чего-то. То есть там какие-то идут взаимоотношения. К одному верховному правителю приходят, может быть, министры, может быть, послы, может быть, какие-то правители подчиненных ему стран. Не знаю. То есть, как бы это не определить. Но так или иначе. Какие-то приходят. Есть какие-то походы. И вот такая отдельная сюжетность. Вообще, эти иконографические картинки тоже стоило бы кому-то изучить, может быть, на предмет параллелей с тем, что есть в медиа-каталоге Википедии или в других каких-то таких местах. Ну, чтобы понять, с чем это вообще сопоставлять. Потому что откуда-то же искусственный интеллект повытаскивал эти изображения. Да, понятно, что он их обработал под себя. Но искусственный интеллект не может ничего создавать с нуля. Он, получив запрос рисовать Атилу, рисовать Влада, рисовать Руса, рисовать Балтазара и других, он пошел искать, в общем-то, с чего их рисовать. Может быть, есть какой-то арабский источник. Так вот, нашли же уже, кроме меня, много кто нашел, что у арабских авторов, соответственно, упоминается князь Волынян Маждак, который, в общем-то, является отцом Аттилы. Может быть, там где-то изображение есть, а может вообще каталог изображений всех этих других деятелей. Может быть, оно оцифрованно где-то лежит, но пока еще мы, так сказать, не добрались. А искусственный интеллект своими-то лапками везде все это прошерстил, нашел и вытащил. Поэтому, если кто может осуществить какие-то вот эти, так сказать, действия, было бы неплохо. Дальше. Есть изображения, которые получились несколько в стиле фэнтези. Они не похожи на иконы, но так или иначе, они изображают статуи древних князей, и они изображают самих древних князей. Изображают, как правило, это или сам правитель. Правитель может быть или в стоящей позе со своими какими-то атрибутами, или правитель, сидящий на троне. Тоже со своими какими-то атрибутами. А в некоторых случаях сидящий на коне, в еще меньшем количестве, там вообще непонятно, сидит он на чем-то или стоит, или как. И вот, иногда за ним изображается еще какая-то персоналия. И в каких-то случаях можно понять, что это, видимо, его отец. Буквально изображается сюжет, как молодого юного правителя на царство садит, видимо, его отец или дядя, или кто-то такой. Этот сюжет соответствует, в общем-то, с тем, как Маждак или Ругила садил на царство Аттилу. Встречаются и такие изображения, когда отцом вот эту фигуру высшего заднего плана, так сказать, нельзя объяснить. Или имеется в виду, что, может быть, отец вознесся и там с высших миров как-то еще покровительствует ребенку. Или вообще речь идет о каком-то боге, который покровительствует царю, который воплощается в виде царя, который наделяет этого царя какими-то своими силами. Вообще, вроде как, вроде как из официальной историографии ничего такого не замечено. Из официальной историографии известно, что вот, соответственно, Аттила. Аттила нашел меч Ария и бегал с этим мечом, резал римлян. Ну, как бы на этом все участие божественности в жизни Аттилы заканчивается. Есть, конечно, еще странная история о том, как какие-то христианские деятели мешали Аттиле завоевывать римские владения. Но то уже не со стороны божественности, а со стороны христианских деятелей. Так или иначе, тут, видимо, сюжет какой-то более глубокий. Может быть, искусственный интеллект нашел где-то какие-то легенды, собственно, о том, какие боги выступали покровителями для Аттилы. При этом, конечно же, данное изображение нельзя воспринимать как доказательство данного покровительства. Это просто лишь доказательство наличия где-то в интернетах каких-то легенд или сказаний или еще чего-то, на основании чего искусственный интеллект пришел к выводу, что, соответственно, вот можно нарисовать такую композицию, где есть человек Аттила или Ругила или другой князь, в зависимости от ситуации. И вот над ним с высшего плана как бы смотрит и покровительствует ему некое высшее существо. В каких-то случаях, может быть, это высший предок. В каких-то по атрибутике несколько похоже, что речь идет о промыслии, а в каких-то, видимо, речь, соответственно, о других богах. И там и Перун, и Велес, и Стребок, и Всевышний, Сагара, и многие другие, соответственно, многие другие высшие существа. При этом изображаются вот эти сюжеты с, соответственно, старшим родственником, с божественным предком, с богами. И при этом все эти цари носят короны, которые, в общем-то, похожи на достаточно поздние средневековые христианские короны. Почти все короны увенчаны крестами. Крестов в этой всей иконографии огромное количество. При этом нет изображений Марии, нет изображений Иисуса, нет изображений именно христианского креста. Кресты есть равноконечные, кресты есть мечеобразные, что, в общем-то, соответствует ведической иконографии. Ситуацию эту можно объяснить тем, что в первые века нынешней эры сами-то вот эти царственные атрибуты, они уже были сформированы, сформулированы, так уже выглядели. Но еще христианские аспекты туда не пришили, а, соответственно, были только лишь ведические. Ну вот, это искусственный интеллект или по текстам каким-то, которые ему попались, реконструировал, ну или прочитал где-то, или, я не знаю, может быть, даже нашел какие-то картинки. Я в предыдущих разных видео показывал те изображения Аттилы, те изображения Влада и всего, что с этим делом связано, которые есть из официальных источников. Это какие-то старинные рисунки и так далее и тому подобное. Старинные монетообразные медали и так далее и тому подобное. То есть, в общем-то, Аттилу в Средневековье и эпохе Возрождения изображали и даже сейчас венгры изображают Аттилу и на своих зданиях, и есть памятники Аттиле. Если взять то, как, соответственно, Аттила изображается на вот этих изображениях и на том, что нарисовал искусственный интеллект, есть ряд соответствий. Есть ряд соответствий. Конечно же, не наблюдается никакой козлобородости, никакой рогатости. Аттилы это вообще как бы отсутствует полностью по определению. Никакого намека на это даже нету, при том, что даже в картинках Википедии можно найти изображение Аттилы с рожками. Почему-то искусственный интеллект может счел, что это карикатуры, не заслуживающие воспроизведения. Может быть, может быть, может быть, может быть. Что может быть, черт его знает. Я в мозгах у искусственного интеллекта не коверялся. Как он это все вообще анализирует, понимает? У меня понятия нету. Но приблизительно я предполагаю, что он берет по, соответственно, тегам, по поисковым каким-то запросам своими щупальцами прощупывает весь интернет, вылавливает то, что как-то с темой коррелирует и вот это все изображает. Ну и по какой-то причине Аттилу он изображает всегда без вот этих карикатурных обстоятельств. Аттила у него не имеет ни грамма схожести с монголоидами. Аттила у него выглядит как европеец, плюс-минус, как любой князь из династии Рюриковичей, как какой-либо европейский князь. Можно по той же Википедии взять изображение Рюрика, Игоря, Святослава. Отмести от этих изображений то, что они нарисованы руками там пара столетий назад и представить, как бы они выглядели в том стиле, в котором искусственный интеллект рисовал Аттилу. Ну и плюс-минус станет понятно, что плюс-минус оно так и получается. К сожалению, искусственный интеллект нигде не изобразил герба Аттилы в виде черной галки, соответственно, как это изображается в манускриптах. Возможно, искусственный интеллект и пытался это сделать, но там картинка вообще полностью поплыла и это в том числе картинок, которые я в результате выкинул. Ну, я не хочу, чтобы... Ну, не хочу публиковать и вообще даже сохранять изображение, где всё смешалось, кони, люди и вообще полная какая-то клякса, скажем так. Это неуважение и к древним князьям, и вообще грязь какая-то. Мне такое неинтересно, мне... Я это сразу же поудалял. Но из того, что сохранилось, нет ни одного изображения, где у него был бы герб. К сожалению. А вот крест у него на короне, везде, где надо и не надо у него крест. Перейдём к флагам. Кроме этого, искусственный интеллект реконструировал ряд сцен сражений гуннов и римлян. Римлян можно плюс-минус там опознать по, соответственно, красным юбкам, по специфическим доспехам. Искусственный интеллект во многих случаях скомкал изображение римских лад, римского построения черепахи и много чего другого, что касается римлян. Но можно заметить соответствующие архитектурные элементы, можно заметить, в общем-то, что, да, речь идёт о сражениях с римлянами. Славяне изображены тоже со своими странностями. По идее, то, как искусственный интеллект реконструировал изображение славян, вообще ни разу не похоже на то, как современные люди представляют славян тех времён. Больше бы это подошло к временам уже Речи Посполитой, если с такой точки зрения официального историка. Но сделаю небольшую коррекцию. Дело в том, что у нас же вот те времена эпоха Возрождения, как раз когда Речь Посполита максимально процветала, это считается как бы возрождением. А возрождением чего? Возрождением античности. Единственное, что за славянами во времена античности в исторической трактовке закрепились образы дикости. А вот искусственный интеллект показывает, что они были вполне неплохо одеты, вооружены и не уступали римлянам. И вот славяне сражаются под флагами, которые в большинстве своём жёлто-блакытные. В нескольких случаях флаги, под которыми сражаются славяне, соответствуют современному флагу Украины. То есть это стандартный жёлто-блакытный флаг, где снизу жёлтое, сверху блакытнее и вот как-то так. Но такое встречается очень-очень незначительно. Чаще встречается, когда наоборот, сверху жёлтый, снизу блакытный цвет. И ещё чаще встречается, когда по центру блакытная полоса, точнее, жёлтая полоса, а по обе стороны от которой две блакытные полосы. И, конечно, иногда бывает наоборот, что по центру одна блакытная полоса, а по обе стороны две жёлтые полосы. Вот в предыдущем варианте, когда по центру одна жёлтая полоса, по обе стороны снизу и сверху две блакытные полосы, это, в принципе, несколько напоминает на то, с чем изображался Влад и на Геральдику Галиции. Единственное, что в случае с Галицией в центре не жёлтый, а красный цвет. Ну, может быть, искусственный интеллект попытался как-то совместить жёлто-блакытное знамя и флаг Галиции, и у него получилось такое. Искусственный интеллект же пытается совместить одно с другим к какому-то интегральному значению. Может, в его видении это выглядит так. Я не знаю. Я в мозгах у искусственного интеллекта, к сожалению, для меня проковеряться не могу. Но, как бы, нет ни одного изображения, чтобы гунны сражались, не знаю, под флагом, допустим, Российской Федерации. Под флагом Китая. У Китая достаточно простой флаг. Это просто красное полотно с звездой. То есть, воспроизвести такой флаг даже случайно очень легко. Но искусственный интеллект вот ни разу не воспроизвёл ни флаг Китая, ни флаг Монголии. Воспроизводятся флаги, которые плюс-минус соответствуют украинской геральдике. В некоторых случаях там, в принципе, даже видно трезубообразная композиция на данном флаге. Ещё возникает впечатление, что искусственному интеллекту было крайне тяжело рисовать тризуб. В некоторых случаях он нарисовал какие-то симметрические завитушки в обе стороны. И кажется, как будто бы вот-вот он тужился, 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 чтобы нарисовать тризуб, но так и не смог. Вот тужился, тужился и не смог. В другом случае он нарисовал крест, по обе стороны от которого дополнительные штуки, в общем, создающие трезубообразную символику. То есть, снова же, видимо, искусственный интеллект пытался нарисовать тризуб, но у него это плюс-минус не совсем получилось. Вопрос, почему так? Вопрос, ну, как-то людей он воспроизводит более-менее нормально. А царей вот этих всех он повоспроизводил тоже вообще сказочно красиво в некоторых случаях. Корону, каждый камешек на короне им прорисовал, все, все нормально. Неужели тризуб нарисовать намного сложнее, чем прорисовывать корону, чем прорисовывать какой-то пейзаж и так дальше? Может быть, искусственному интеллекту тяжело рисовать священные знаки именно в меру их священности? Я еще перед этим, как бы, еще перед этим, так сказать, кое-что производил над этим искусственным интеллектом, но неважно. Так или иначе, искусственный интеллект все равно тризуб в какой-либо форме воспроизвести не смог. Ни мой, ни современный государственный, ни Владимирский, ни Ярославский, никакой. Но намеки, мотивы тризубов, геральдики постоянно. В некоторых случаях встречаются еще и красные полосы на флаге. А, соответственно, совмещение желтого, синего и красного – это у нас и Румыния, и Молдавия, и еще несколько стран нашего региона. То есть, в принципе, в принципе, создается впечатление, что тут искусственный интеллект решил изображать войну, соответственно, буквально украинцев и румын против Римской империи. Оно-то, в принципе, да, это предки украинцев, предки румын. И да, там еще есть бело-красные флаги в некоторых случаях. То есть, поляки и белорусы там тоже представлены. Поляки и литвины там представлены. Но в доминирующей, превосходящем большинстве там флаги именно Украины. Ну, точнее, то, что соотносится с геральдикой Украины. Я не просил искусственного интеллекта это делать. Собственно, в современной сложившейся ситуации, скорее, венгры присвоили себе Аттилу, чем, соответственно, Украина вообще никаких нюансов на Аттилу не провозгласила. Были, конечно, исторические художественные работы «Меч Ария», где Аттила был трактован как Богдан Гаттыло. Но это не получилось широкого распространения. А в Венгрии представление о том, что Аттила является предком венгров, оно весьма доминирующее. Это, ну, приблизительно как присваивать скифов, славян и князя Владимира свойственно для московитов, хотя, как бы, Владимир на территории Москвы вообще даже и ни разу и не был. Но они присваивают Владимир, Креститель, памятник, тысяча лет, все дела. Вот приблизительно так же венгры присваивают Аттилу. Хотя, в отличие от московитов, Аттила на территории Венгрии был. Правда, тогда еще там не было Венгрии. Тогда еще венгры были на территории Москвы. Но то уже отдельная история. Искусственный интеллект изобразил, в общем-то, то, о чем я говорил. Искусственный интеллект изобразил войну так называемых гунов и Римской империи, как войну предков Украины, ну, по сути дела, русинов-украинцев, против Римской империи. Аттила, Влад, Маждак, Рус, Харитон, Актар и другие все изображены, как достойные, величественные цари, полностью в европейском стиле. Короны, кресты, все то, чем будут пользоваться европейские монархи на протяжении полторы тысячи лет спустя время жизни и деятельности Аттилы. Конечно же, с одной стороны, вот если взять те старинные гравюры, где Аттила изображен и с такой же короной, и все дела, то плюс-минус вот это сопоставить можно, и понять, что искусственный интеллект как бы просто реконструировал то, что он нашел где-то в этих всех книгах, поисковых всяких штуках и так далее. Он просто это реконструировал, нарисовал по-современному. И, в общем-то, в этом нет никакого ничего удивительного. С другой стороны, диссонанс в том, что в официальной же трактовке, несмотря на то, что и искусственный интеллект реконструирует это так, и старинные гравюры изображают это так, но в официальной трактовке Аттила это Китайоц, Монголь почти, Монголь узкоглазый, Монголь совсем Монголь. Но, как бы, ни Прискпанийский, ни Амян Марцелин, никто фактически до XIX века не знал, что Аттила Монголь, Китайоц, Хуанхэ, Дзянь Цзэминь, Си Цзэнь Пинь, никто такое даже представить не мог. Зачем же его в китайцы записали, а чёрт его знает. Точнее, не его в плане Аттилу, а чёрт знает тех, кто его в китайцы записал. Может быть, решили, что, ну, есть же татаро-монгольское нашествие, давайте сделаем ещё одно татаро-монгольское нашествие только в глубокой древности. Как бы, я не знаю, я не понимаю, зачем история так была изменена. Может быть, ну, в общем-то, у Прископанийского есть явная недоброжелательность по отношению к Аттиле, по отношению к гуннам, и это понятно, потому что они воевали против его Римской империи. Ну, и, видимо, вот дальше часть европейской интеллигенции стремилась дальше как-то демонизировать Аттилу и гуннское воинство. И потом, когда нашлась возможность сделать их китайцами, сошлось желание с возможностью, и вот так и получилось. Но ведь это же не имеет ничего общего с справедливостью, с достоверностью. Даже хвалённый, любимый современными людьми искусственный интеллект рисует Аттилу как европейца при желании всего лишь там, не знаю, одно изображение Аттилы из более чем сотни. Можно хоть как-то соотнести с какими-то монголоидными чертами. Наверное, два изображения, ну, то не Аттила, то другие правители, можно соотнести с какими-то чуть ли не арабскими чертами. Ну, и то это очень условно, может быть, это стилизация, может быть, искусственный интеллект в тот момент просто брал информацию из арабского источника, и поэтому что-то в своих мозгах не так соотнёс и изобразил как арабов. Снова же мы, ну, по крайней мере, я точно не знаю, как искусственный интеллект всё это делает, поэтому, к сожалению, на стадии того, когда искусственный интеллект берёт информацию, я не могу его как-то поймать, скоррегировать и сказать, нет, тут как бы стилизируй не так, а тут не так. Он сам что-то ищет, что-то как-то соотносит, и мне всего лишь выдаёт то, что получилось. На что-то я могу влиять, конечно же, что-то я могу вообще повыкидывать, то, что совсем будет каким-то ущербным, но так или иначе. По сути, он как сам захочет, так это всё и сопоставит. И в чём-то это даже хорошо, потому что это чистота эксперимента. Данный эксперимент показал, в общем-то, что не только я хочу почему-то изобразить Аттилу европейцам, не только я хочу почему-то изобразить, что воинство Аттилы сражалось под жёлтоблокитными стягами, но и искусственный интеллект так изобразил. Я даже, кстати, наверное, если бы я это рисовал, я, наверное, бы и не стал бы изображать, что он под жёлтоблокитными стягами. Я бы изобразил, что он, соответственно, под или стягом своей империи, или под своим родовым стягом. А как реконструировал это искусственный интеллект, возможно, отдельные какие-то подразделения, которые воевали в составе воинств Аттилы, использовали свои родовые знамёна, которые состояли из жёлтоблокитных цветов. То есть я, может быть, так далеко и не задумался бы. Но что есть, то есть. В общем-то, это ещё одно такое косвенное, очень интересное свидетельство, которое является поводом поразмыслить, поводом произвести ещё исследования в плане истории, в плане альтернативного взгляда на наше прошлое. Потому что, да, в школах сейчас людям внушают Аттила, гунны пришли с Азии, на коняках такие вот скакали, скакали кочевники узкоглазые, стрелами всех посыпали. Нету тут никаких стрел. Они сражаются мечами, они сражаются копьями, саблями. Скорее всего, там используются даже или пушки, или какие-то катапульты, потому что там изображено и горит, и взрывается что-то. Да, холодное оружие за основу используется. Но тоже видно, что холодное оружие весьма разнообразное, и в некоторых случаях весьма качественно сделано. Как бы, да, вот это всё, что понарисовывал искусственный интеллект, как само по себе, нельзя воспринимать как какой-то достоверный источник. Искусственный интеллект совершает огромное количество ошибок. Но, тем не менее, это всего лишь повод поразмышлять. Это всего лишь повод как-то альтернативно попытаться посмотреть на то, что людям даётся, на то, что они как бы видят в той трактовке, которую им подсунули. Но даже искусственный интеллект, у которого, которого как бы нельзя подкупить, которого нельзя заставить там, чтобы... Его нельзя сделать патриотом Украины. Он не может захотеть перерисовать гунов украинцев. Да и к тому же, если бы он пытался гунов изобразить как украинцев, он изобразил бы их, не знаю, с хохлами, ну, как казаков стандартных. Тут этого нет. Вот, прически изображены, в принципе, такие, которые, да, с одной стороны, соответствовали реальным историческим прическам, с другой стороны, это не что-то такое стереотипическое, как казачий хохол. В принципе, в этих реконструкциях нет ни одного изображения, где был бы изображён казачий хохол. Хотя, в принципе, казачий хохол используется как одна из вариантов стрижки ещё с каких-то древних-древних времён. А тут этого нету. Тут есть просто длинные волосы, есть волосы по плечу, есть вариант, когда сохраняются волосы сверху головы, а по бокам выбриваются. Есть другие варианты. Всё это исторически можно проверить, что в действительности и украинцы, и поляки, то есть жители Речи Посполита и жители Киевской Руси на протяжении столетий и тысячелетий в действительности иногда, ну, часто достаточно использовали подобные стрижки. Доспехи, которые изображены, доспехи, доспехи, доспехи. Но не стану однозначно утверждать в полной достоверности данных доспехов. Римский доспех во многих случаях там угадывается. У славян нельзя заметить какого-то однозначного, постоянно повторяющегося стандарта доспехов. Тем не менее, можно всё-таки заметить, что, конечно же, используется обычная тканевая одежда, где-нибудь используются кожаные элементы одежды, используется, видимо, какая-то кольчуга, поверх которой одеваются элементы уже металлических листов, то есть латы. Используются шлемы, используются щиты в некоторых случаях. Кстати, тот нюанс, что славянское обмундирование вооружения и средства защиты не стандартизированы, в отличие от римского, также, в общем-то, соответствуют историческим данным, которые говорят, что против римских легионов шли разные славянские воинства. И это, ну, можно понять, от чего это происходит. Дело в том, что у римлян были легионы, там вот просто создавался легион, туда набирались люди, там они тренировались, там всем им выдавались одинаковые доспехи, одинаковое вооружение, одинаковый щит. У славян было по-другому. У славян какую-то часть доспехов мог отец передать сыну, а отец мог ее вообще получить еще от прадеда. И дальше эту часть могли, там, не знаю, как-то совершенствовать или не совершенствовать и так далее. Что-то славяне могли использовать трофейное. Когда они те же самые римские легионы разбили, они могли у римлян отнять какую-то часть доспехов и вооружения и тоже по-своему как-то переделать, сильно или нет, и использовать. Исторически про это можно найти сведения. Это, кстати, одна из причин, почему римляне считали себя лучше, что они вот такие стандартизированные все дела, а славяне, варвары, разномастные, с разных сторон на них кидаются. То есть в этом плане искусственный интеллект тоже ситуацию понял правильно. Относительно такой вот красивости вот этих древних царей, относительно того, что они выглядят очень чисто, очень по-европейски. И удобнее было бы поместить таких царей, если и не в фэнтези, то хотя бы в 16-18, а то и 19 век. Вот идеально бы они там разместились, но нет. И можно это объяснить тем, что вследствие того, что Европа все-таки попала в средневековье, уровень цивилизации, в частности, славян, частично скатился до того уровня, что к такому же состоянию он как раз только уже и восстановится к тем самым 16-19 векам. Больше того, часть атрибутов не встречалась в указанные века. Кресты, кресты. Есть, кстати, даже сведения о том, что некоторые предки Аттилы хрестились в христианство, и даже сам Аттила хрестился в христианство. Есть такие сведения, не считаю их достоверными. Скорее считаю, что Аттила придерживался какой-то версией ведизма, скорее всего, скрещенного с торгелейством. А в рамках торгелейства он также мог креститься, то есть проходить обряд посвящения в воде, но это не имело ничего общего с христианским крещением. Тем не менее, все равно это все еще следует исследовать, и все равно те реконструкции, которые сделал искусственный интеллект, конечно же, не являются истиной в последней инстанции. Просто это повод серьезно задуматься о нашем прошлом и о том, какие страницы, а может быть и целые тома нашего прошлого мы попросту не знаем. Но они есть, потому что даже вот искусственный интеллект копнув, соответственно, может что-то найти. Может что-то найти и как-то по-своему начать обрабатывать, использовать. Еще напоследок скажу, что иногда искусственный интеллект нарисовал каких-то крылатых существ. Крылатые существа там есть мужского и женского пола. Мужского пола можно предположить, что тут речь идет о каких-то богах, которые покровительствовали соответственно праведным царям. Женского пола есть изображение крылатых существ. И, кстати, они даже получились черно-белые. Я думаю, это вследствие того, что искусственный интеллект понял, что тут речь идет о каких-то печальных составляющих. Так искусственный интеллект попытался изобразить птицу-жалю, которая, согласно ведам и Велесовой книги, является в тех местах, где происходят массовые убийства, где гибнет большая часть невинного населения. Птица-жалю летает и собирает там души умерших. В общем-то, плюс-минус, какие-то такие мотивы искусственный интеллект как-то уловил и тоже попытался изобразить. Искусственный интеллект изображает старинные города. Может быть, какой-то из этих городов тот самый Киев или непосредственно Киев или Ассагарий или, допустим, Денпорштадт или какой-либо другой из городов киевского фикциония. Может быть, там где-то и Кенугард, то есть Каганград, то есть Галич или другие какие-то города. Но однозначно их определить тоже не получается возможным. Те города, которые похожи на римские города, их можно понять по архитектуре. Те, которые не соответствуют римской архитектуре. Там уже остается гадать. К сожалению, искусственный интеллект не может как-то это все определить. Что касается климата, искусственный интеллект тут тоже не наврал. Ведь он мог бы изобразить пески, сахару, кактусы, мог бы изобразить крокодилов, там чебурах каких-то. Но нет, ничего такого нет. Климат, изображаются поля, изображаются реалии, плюс-минус соответствующие Европе. В некоторых случаях изображается снег, в некоторых случаях вода. Но этого всего относительно немного. То есть, да, в Европе есть и горы, где бывает снег чаще, в Европе и зимы все-таки бывают, где-нибудь есть реки, но, в общем-то, в Европе достаточно много полей, где можно устраивать битвы, достаточно много городов, что, в общем-то, искусственный интеллект неплохо своими вот этими всякими информационными тентаклями понаходил, осмыслил, сопоставил и, в общем-то, выложил. Такие вот дела. Поэтому желаю праведных успехов. По возможности прошу помощи соответственно в распространении моих материалов. прошу также те, кто хочет помогать именно в исследованиях, помогайте в исследованиях, давайте исследовать все эти вопросы, исследуя тексты, исследуя там старинные изображения. Много на самом деле есть тем для исследований. Сегодня мне также сказали, что инглинги у себя уже придумали какую-то хрень типа Аум-Ар-Асии священной славянской письменности. Только человек, значит, мне говорит, говорила недавно с инглингами, у них есть какая-то хрень, она называется почти как Аум-Ар-Асия, но только какая-то хрень инглячая. Ну, как бы, ну, то есть вот так, они идут дальше, им мало выпустить подделки, которые они уже выпустили, они идут дальше. Они теперь, возможно, сделают подделку под нашу письменность, возможно, они ряд других сделают подделок. Конечно, вообще смешно и плачевно, когда мне до сих пор некоторые особо умственно одаренные спрашивают относительно Беловодья и Омска. Я вот, когда слышу фразу Беловодья, я сразу задаюсь вопросом, что у вас нафиг вместо мозгов черепушки? У вот этого искусственного интеллекта, который рисовал все это, и то в мозгах что-то есть, а у вас что, если вы до сих пор продолжаете как-то воспринимать инглячью информацию, кроме как лютый бред, абсолютно вообще не имеющий никакого отношения к реальности. Но, к сожалению, к сожалению, что есть, то есть.